Когда дело доходит до Fortnite, вы знаете, что хорошо проведете время. Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 смешных моментов из Fortnite. Прежде чем начать, хотим напомнить, мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещение о наших новых видео. В этом списке мы расскажем о самых забавных моментах, которые игроки создали сами, или на которые случайно наткнулись, играя в Fortnite. Детские игры закончились. Пришло время показать, кто на самом деле крут. Выживи в безумной схватке с опасными соперниками, уничтожь их всех и останься последним героем. Думаешь, что ты достаточно хорош для такого испытания? Тогда переходи по ссылке под нашим видео, сыграй Warface и докажи это всем. Номер 10. Внезапная смерть. Beast 99109-1 Killstreak-видео крутые и все такое, но настоящее развлечение — это напряженные перестрелки один на один. Из всех этот клип от Beast 99109-1, вау, как много цифр, заставил нас и посмеяться над его противником, и знатно понервничать. У Beast оставалось всего одно ХП, и каким-то образом его соперник не смог прикончить его двумя прилипалами или несколькими пулями. Как Beast выжил? Ну, ему удалось заманить противника в ловушку. Мы можем только представить, насколько зол был его враг. Номер 9. Надо было позвать медика. Wizel 2-1-1 Если вы уверены, что дойдете до двух последних кругов, вы можете оказаться в тупике со своим соперником, или в некоторых случаях с соперниками. На этом этапе важно убедиться, что вы запаслись лечебными принадлежностями, как это сделал Wizel 2-1-1. Мы просто надеемся, что вас не постигла та же участь, что и его. Когда круг замкнулся, Wizel удалось поставить несколько костерков, чтобы остановить уменьшающееся здоровье. Тем не менее, игра каким-то образом удалила плиту, на которой он стоял. И Wizel резко упал и умер. Хорошо, что это произошло только в режиме Playground. Номер 8. Угон гольф-машины. TRZ 1522 С момента своего появления гольф-машины помогли развить стратегии многим игрокам. Конечно, мы не единственные, кто задумывался о попытке совершить грандиозную кражу авто, верно? TRZ 1522 удалось осуществить это, спустившись с воздуха на машину, за которой находились два вражеских игрока. Поняв это, TRZ быстро убрал пассажира, прежде чем спрыгнуть и выстрелить водителя. Странным образом, это напоминает сцену из Дэдпула, в которой герой избивает злодеев, пока они идут по шоссе. Это было круто. Номер 7. Формирование цепочки. Сники Би 71 Не часто можно увидеть, как несколько игроков делают что-то глупое. Когда вы это видите, то, вероятно, потому что игроки играют заодно. Однако то, с чем столкнулся Сники Би 71, было редким и странным явлением. Пробираясь через падающие башни, Сники нашел небольшую цепочку игроков, формирующих паровозик. Скорее, больше похоже на крадущуюся цепочку. Вместо того, чтобы быть говнюком и с легкостью убить их, Сники и его товарищ по команде присоединились к ним. Кроме того, кто-то пытался убить всех позже. Его быстро изрешитили пулями. Номер 6. Достойная капитуляция. Big Nasty Boy 3414 Вы когда-нибудь пытались выиграть игру Скоттс в одиночку? Экстренное сообщение. Это жесть как сложно. Ну, для нас, по крайней мере. Игрок со смешным именем Big Nasty Boy 3414 сумел дойти до последнего круга, спрятавшись от банды из четырех человек. Когда его нашли, он начал танцевать, чтобы развлечь их. Дэниел Харди 779 Очевидно, он не собирался развязывать бой. Это было бы самоубийством. Вместо этого они запустили его на ракете, а затем сбили. По крайней мере, он смог умереть, играя на гитаре. Номер 5. Мне не нужно ничего строить. Дэниел Харди 779 Легко стать ленивым и слишком уверенным в такой игре, как Фортнайт. Как только вы думаете, что все идет по плану, все может измениться в одно мгновение. К сожалению, для Дэниел Харди 779 это произошло, но в очень смешной форме. В режиме Get Away Дэниел и его команде удалось победить врагов. Один из его товарищей по команде напомнил Дэнию о строительстве, что он ответил «Мне не нужно ничего строить». Его быстро убрали с помощью прилипалы. Пусть это послужит уроком. Дети, если вы думаете, что вам не нужно строить, стройте все равно. Номер 4. Победа в ванной. Ти-фу. Пока мы говорим о важнейших уроках, вот еще один. Ходите в ванную между играми, а не во время. Это почти всегда будет работать против вас, особенно в последние моменты матча. Если только вы не такой игрок, как Ти-фу. После того, как он уединился в игре в ванной, Ти-фу решил сходить в реальную ванную. Несколько минут спустя, его последний противник был уничтожен штормом, что принесло ему победу. Тебе повезло в этот раз, приятель. Просто постарайся часто так не делать, хорошо? Номер 3. Сила течет во мне, и я един с силой. Ти-сэм, миф. Миф один из самых занимательных стримеров Fortnite, за которым интересно наблюдать, благодаря его смешной индивидуальности и отличному уровню мастерства. Когда он стримит со своей девушкой, Покемейн, все становится еще смешнее. Особенно, когда он ее троллит. Например, в этом видео миф, и его отряд сражается с вражеской командой. Борьба становится настолько жесткой, что он начинает повторять, «Я един с силой, а сила едина со мной». Это удивляет Покемейн, но становится понятно, что они оба понимают шутку. Серьезно, хорошая отсылка на фильм «Изгой 1», миф. Номер 2. Доктор Лупо. Охотник на игрока в экипировке Дрифт. Доктор Лупо. У него, может, и нет такой же огромной группы фанатов, как у мифа или нинджа, но нельзя отрицать, насколько смешным может быть Доктор Лупо. В этом ролике Лупо и его команда замечают игрока в экипировке Дрифт, прячущегося в кустах. Очевидно, этот игрок был АФК, и Доктор Лупо воспользовался возможностью, чтобы подарить нам свой собственный документальный фильм о дикой природе. Пока все идет хорошо, наш объект начинает стрелять в Лупо, и тот его быстро устраняет. Игрок, наверное, должен был остаться АФК и молиться, чтобы Лупо оставил его в покое. Номер один. Смелое спасение. Мистер Масилк. Это, пожалуй, самый известный момент в истории Фортнайт. После уничтожения вражеского игрока, мистер Масилк заметил одинокого игрока, застрявшего в нижней части карты. Построив лестницу, чтобы спасти его, Масилк обнаружил, что не достает до него. Поэтому он взял стоявшую рядом машину для гольфа и съехал с обрыва, чтобы поднять его. Однако, когда Масилк приземлился, он столкнул игрока с карты, убив его в процессе. Это было так забавно, что даже официальный аккаунт Фортнайт в Твиттере поделился им, и чтобы увековечить это событие, Эпик поставили надгробную плиту и комплект шин, чтобы этого больше никогда не повторялось. Согласен с нашим выбором? Какие смешные моменты с Фортнайта мы забыли? Напиши о них в комментариях. Смотри другие интересные видео Ночь Моджа Россия, подписывайся на канал и включай оповещения, чтобы смотреть новое видео каждый день.